На Коммерсант-ФМ. Программа «Действующие лица». 19 часов 24 минуты, московское время. Владимир Груздев сегодня у нас в гостях, губернатор Тульской области. Владимир Сергеевич, давайте переходим в почти телеграфный стиль, времени не очень много. Значит, вопросы вы услышали, да? Итак, что же делает область для особо этих людей, которые все, как вы сказали, очень хорошее слово, отходники устраивают из области. Это термин, который используют социальные службы. Ну, давайте я... Вообще, все, что делается в области, делается трудолюбимыми туликами, потому что у нас нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни никеля, поэтому... А регион дотационный? Регион дефицитный, дотационный. Ну, давайте приведу несколько цифр. Я вот служу губернатором в Тульской области почти 4 года, без 2 месяцев. И вот какие результаты нам удалось добиться вместе с жителями, прежде всего, потому что жители создают региональный продукт. Ну, вот смотрите, региональный бюджет увеличился в 2,2 раза, с 24,5 миллиардов рублей до 50. А консолидированный региональный бюджет, включая бюджеты муниципалитетов, увеличился почти на 90% с 34,5 миллиардов рублей до 63,7 в 2014 году. То есть, фактически выросло на 29 миллиардов, и благодаря вот этому росту у нас, собственно, обеспеченность увеличилась с 71% до 85%. И, соответственно... Непонятно за счет чего? Трудолюбивые люди, действительно, расширение производства... Хорошо, а если поформализовать, это что, повышение производительности труда? Повышение производительности труда, размещение новых производств, я сейчас тоже расскажу об этом. Что позволило уменьшить объемы государственных дотаций, дотаций с федерального бюджета почти на 2 миллиарда рублей в год. При этом мы четко выполняем все указы президента, и по большинству указов президента мы являемся одним из лидеров. Ну, например, по переселению из аварийного жилья у нас самый большой показатель, мы переселяем 321 тысячу квадратных метров, это 16,5 тысяч человек. Ну, то есть регион, сопоставимый с нами, как, например, Владимирская область, переселяет 60 тысяч квадратных метров. Это что... Почему мы смогли... За счет чего смогли увеличить? Ну, прежде всего, за счет роста производства. Вот, смотрите, за 4 года валовой региональный продукт увеличился на 50% до 360 миллиардов рублей. На 188 миллиардов рублей с 2011 по 2015 год увеличился объем отгрузки готовой продукции, то есть рост на 67%. И это четвертое место в Центральном федеральном округе и 13-е место в стране. На 52% увеличился индекс промышленного производства. Вот если за первые три месяца у нас индекс промышленного производства составляет 107,5%, в России в целом сегодня чуть-чуть больше 99%. То есть мы регион-донор по индексу промышленного производства. При этом объем всех источников финансирования инвестиций за эти 4 года составил 348 миллиардов рублей. И на сегодняшний день одним из указов президента от 7 мая 2012 года говорится о том, что объем инвестиций должен быть не меньше 27%. Это не менее 27% к объему ВРП, то, соответственно, у нас почти этот показатель достигнут 26,8%. При этом мы существенно сократили административный персонал, как муниципальных служащих, так и региональных. Мы об этом, помните, говорили на той неделе в эфире? Да, да, совершенно верно. Ну вот муниципальных служащих сократили почти на 45%, и региональных на 35%. Это тоже дает свой результат, потому что чиновникам нужно работать более эффективно, качественно. То есть, смотрите, если вот цифры трудные на восприятии, на слух изъять, то в сухом остатке что останется? Что вам, так сказать, вы вынуждены, вы на этом, так сказать, намекнули, в отсутствии нефти, газа и других, так сказать, полезных ископаемых и прочих даров природы, во всех смыслах даров, вы вынуждены повышать эффективность собственной работы. Просто пахать каждый день. Пахать, по-русски, даже впахивать. Каждый день. Ну, на самом деле, есть же еще один фактор, если я правильно понимаю, что вот сейчас закачивается, ну, закачивается не очень, наверное, хорошее слово, но большое внимание к оборонной промышленности, туда много денег направляется, и у вас большое количество оборонных компаний, оборонных предприятий, это тоже фактор ведь, скажите? Да, это безусловно является фактором. Это в каком-то смысле не хуже нефти, или хуже? Является фактором роста, безусловно, но объем вклада наших оборонно-промышленных предприятий, наш ВРП, составляет всего 25%, то есть он не является самым большим. Но, о чем я хочу сказать, 4 года назад мы начали существенно модернизировать базу наших оборонных предприятий, то есть мы подготовились к потенциальному росту. Если бы не была эта модернизация проведена, мы бы сегодня тот объем производства, который обеспечен, не осилили. Понятно. Ну, вот приведу пример. Всем известный «Панцирь-С». Это, ну, сегодня все его видят, знают, вот в 2011 году я был назначен, мы больше года бились с Министерством обороны и смогли его уже, так сказать, что называется, убедить, Министерство обороны поставить на вооружение только в 2012 году, после того, когда Министерство обороны возглавил Сергей Шойгу. Кстати, у него сегодня юбилей, 60 лет, поэтому твой пользователь. Сергей Кужегетович поздравляем. Да, мы поздравляем Сергея Кужегетовича, и тулики благодарны ему за то внимание, которое он оказывает оборонно-промышленному комплексу Тульской области, а мы, знаете, никогда, что называется, не подведем. И хочу сказать, что сегодня производство КБП, это конструкторское бюро приборостроения имени Аркадия Игоревича Шипунова, которое производит «Панцирь», расписано до 2022 года. И, безусловно, за счет этого в том числе развивается Тульская область, рост производства, безусловно. Но у нас диверсифицированная экономика, мы существенный вклад сделали за счет сельского хозяйства, мы по прошлому году выросли на 9%. Мы только в этом году введем дополнительно в оборот сельхоз, в оборот 50 тысяч гектаров земель в сельхозу и годе, которые были, по сути, брошены. В прошлом году ввели 40, в позапрошлом 20 тысяч гектаров. То есть это, понимаете, работа по всем направлениям. Это, как сказать, это командная работа. А мы работаем, вот вся область, это одна большая команда. Мы не делим чиновник или сельхозпроизводитель, или работник оборонного комплекса. Цель одна, сделать область. А какая цель, если формализовать? Это не абстрактно? Моя цель, как губернатора, это, конечно, выйти на прирост населения. Это вот основная цель. Я понимаю, что это она такая, цель не завтрашнего дня, но это основное. Нет, по крайней мере, она конкретна. Она понятна. И, ну, в 2018 год мы планируем закрыть с региональным продуктом, с объемом регионального продукта в 500 миллиардов рублей. И мы к этому стремимся. То есть, рост показать еще почти на 45% за оставшиеся 3,5 года. Ну, то есть, вы, вот смотрите, прирост населения, да, и эта цель благородная и понятная. Ну, то есть, а вот перестать быть дотационным не стоит в ваших приоритетах, в ваших целях. Я же сказал, что мы с 71% выросли до 85%. И в планах есть до... Безусловно, если мы дорастем до... У нас, понимаете, очень большая социальная нагрузка. 36% населения, пенсионного возраста, это огромное... У нас 90% расходной части бюджета, это социальные расходы. Это публичные обязательства и социальная поддержка. У нас на развитии остается совсем немного денег. Понятно. Вот вы несколько раз употребили это, так сказать, определение среди православных регионов, православные регионы и так далее. Вообще, я обратил на это внимание и подумал, что надо бы об этом поговорить, что вот вы делите, значит, регионы по этому... Ну, понятно, что вы традиционно делите на дотационные или не дотационные, а вы еще православные или не православные. Я не делю на... в данном случае. Я просто хочу сказать, что если в среднем Российская Федерация прирастает, небольшой прирост населения есть, у нас там естественный прирост, там несколько тысяч человек по прошлому году был, то когда вы начинаете раскладывать в рамках регионов, то вы увидите, что у вас есть некоторый дисбаланс. В национальной республике у вас существенно прирастают. А регионы исконно православные, они, к сожалению... Я не пытался вас подловить, на самом деле. Они, к сожалению, теряют население. Известно. Поэтому есть определенные программы, которые должны... Ведь чем велика и сильна Россия своим многонациональным народом, да, и многонациональный народ, он как раз всегда... Ведь Россия это даже не государство, это явление, да, по сути, которое существует... Многие захотят сейчас спорить ваши слова. Да, наверное. Но я-то с вами согласен. Мне тоже кажется, что Россия это цивилизационное, пускай, но явление. И насчет третьего пути кто бы как-то мне зуба сказал, я считаю, что он должен быть и что... Но это тема другого разговора. Так вот, я не пытался вас подловить насчет православного региона. То есть, вы знаете, меня сложно подловить, я сам православный. Ну, это посмотрим. Я же не на православном, я про другое. Вы еще употребили слово уклад. А все это вместе я соединил, и у меня родился такой вот вопрос. Сейчас же мы все обсуждали, всей страной мы обсуждали вот эти, значит, события насчет свадьбы 57-летнего чеченца, 17-летней чеченки. Нешуточные баталии общественные происходят. Мы проводили опрос, и опрос наш, это важно, формулился вот как. Полагаете ли вы, друзья, что какие-то регионы России, исторические, так или иначе, так сказать, устроены, имеют право на несколько свой уклад, отличающийся от представлений оставшейся России, от, так сказать, ну, отличающихся от представлений о прекрасном или об устройстве и так далее. Итак, вот сначала ваш комментарий по поводу этого конкретного. Я видел, что вы много комментируете всего, у вас есть на все своя точка зрения и свой взгляд. Это было бы интересно услышать, если вы комментируете. А потом по поводу уклада вообще области. И как вы считаете, возможно ли такое, возможно ли некий специальный особый уклад, который противоречил бы, ну, некому, так сказать, естественному представлению? Да, вы знаете, я должен отвечать на те вопросы, которым вопрос должен быть по зарплате. Вот у меня есть мой функционал, я выше должностное лицо Тульской области и готов отвечать на те вопросы, которые касаются моей... Убираем чеченцев, хорошо, оставляем уклад области. Которые касаются, да, соответственно, входит в мои прямые обязанности, потому что я, что называется, за это и жалование получаю. Вот. А обсуждать все, мне кажется, должны люди, которые специализируются. Обсуждение всего это специализируют только одни люди, это блогеры. Они обсуждают все. Хорошо, бог себе, убираю. Убираю сейчас, скажем, за скобки. Что касается уклада, то есть традиционный уклад, в рамках которого развивается, ну, скажем, наша регион, центральная Россия. Это светские регионы, поэтому мне кажется, что у нас есть наши традиции, мы поддерживаем эти традиции, поэтому с ними, наверное, должны считаться. И очень важно, мне кажется, чтобы регионы, которые находятся рядом с крупными агломерациями, чтобы эти регионы тоже развивались, а не становились постепенно регионами, которые просто поглощаются этими агломерациями. Ну, вы когда говорили, все-таки, вы сейчас употребили слово светский, все-таки, я хочу просто поставить точку, чтобы понимать. Значит, исторически, если я правильно вас понял, регион православный, православной культуры привержен, но по устройству, так сказать, по укладу он светский, тем не менее. Это так? Ну, это развитие, то, где мы находимся, да. Ну, наслушайте, у нас почти 80 лет религия была запрещена. У нас разрешили крестить детей, Анатолий, в каком году? Помните? Когда церковникам разрешили начать крестить детей. Когда, в 90-м? Ну, в 86-м, в 87-м году, да. То есть, до этого времени каждый батюшка, который совершал обряд крещения, он рисковал быть... Под статьей хотел, что называется. Да, фактически, да. Поэтому, слушайте, ну, очень... Если ты говоришь, что вы имели в виду, когда говорили православный регион, вот и все. Я только это... Православный регион, это 99% младенцев, которые рождаются на территории области, принимают православие. Проходит обряд крещения. Все, это действительно статистический факт. Спасибо. Прерываемся вновь на несколько минут, а потом возвращаемся к нашей беседе с Владимиром Грузием, губернатором Тульской области.